Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет. Поступил вопрос, в чем разница между грехами блуда, любодеяния, прелюбодеяния. Ну, блуд — это название общее для всей страсти. Под страстью блуда можно иметь, подчеркиваю, под страстью блуда, а не конкретным грехом, можно иметь в виду и блудные помыслы, и рукоблудие, и просмотр порнографии, и блуд сам, и прелюбодеяние, и садомию, и все остальное. Но если мы берем его конкретно, то блуд — это именно любодеяние. Любодеяние — это когда человек имеет незаконную интимную близость вне брака. Прелюбодеяние, то есть особая степень любодеяния, да, то есть вот любодеяние и еще потом приставочка «пре», прелюбодеяние — это тогда, когда это незаконная интимная близость с человеком, который состоит в браке, или когда два человека состоят в разных браках, но имеют близость между собой. Конечно, любодеяние уже, в принципе, разрушает жизнь человека духовную, но прелюбодеяние — это особая степень падения, по той причине, что это еще и грех против того человека, которому ты дал слово. В определенном смысле, если исходить из опыта, ну, я только из своего личного опыта могу исходить, из опыта общения с мужчинами и женщинами, которым изменяли, то прелюбодеяние — это медленное убийство. Это когда тебе воткнули нож в спину и потом медленно-медленно его проворачивают, месяц проворачивают, полгода проворачивают, год — человек медленно умирает из вот этого предательства. Поэтому, конечно, прелюбодеяние в разы тяжелее любодеяния, то есть блуда, что, впрочем, не означает, что любодеяние, раз оно не такое страшное, как прелюбодеяние, что оно не лишает Царства Божия. В Священном Писании написано прямо «Не обманывайте себя, никакой блудник Царство Божие не наследует». Поэтому, если вы находитесь в незаконных отношениях, то есть вы блуде, но при этом все-таки боитесь Господа Бога, что прекрасно, срочно на исповедь, прекращайте блуд, вступайте в закон о брак, ну или расставайтесь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.